Музей информационной войны 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 Евроньюз в английской версии, но уже в нашем русском переводе и Евроньюз на украинском языке. То есть вот такие вот сегодня несложности, но вот такие вот моменты, тема щепетильная из соседнего государства и тот протест, который сейчас там происходит, который волнует мировую общественность, в нем все-таки надо разобраться, почему его освещают так или иначе, потому что люди должны знать, во всяком случае, хотя бы какую-то правду. Ну, давайте посмотрим. Итак, начнем мы с телеканала 1 плюс 1, ТСН. Внимание на экран. Чи то Майдан, чи то не Майдан, дивные сбеги с нашей, украинской ситуацией протягом всего тижня можно было спостерегать в Молдове. Уже несколько месяцев поспіль края охопляет протест за протестом. Але сего разу дійшло навіть до штурма и захопления парламенту. Вот у меня сразу вопрос, вы извините, что не дал досмотреть, да? Не, нормально. Во-первых, почему такая сразу трагическая музыка пошла? И почему сравнение с Майданом сразу... Не, ну, для нашей аудитории любые такие протестные акции, это сразу Майдан, потому что оно не может быть... Ничего другого, кроме Майдана, в нашем понимании, насколько я понимаю, ничего не может быть. Даже вот если бы в России, когда ходили по вокруг стены, то тоже говорили, вот он, российский Майдан, вот-вот начнется. Если бы сейчас опять повторилось бы событие в Нью-Йорке, захватило Ол-стрит, наверное, тоже бы кто-то бы называл это Майданом, только американским. Хорошо, давайте смотреть дальше. Это сталося в четверг, когда депутаты практически за отсутствие опозиции и почти без обговорения затвердили кандидатуру премьера Павла Филиппа. Это человек, известного в Молдове, олигарха на имя Володимир Плахотнюк. Вплевовый бизнесмен, решил заниматься публичною политикой, конвертировать власные предприятия в державные кисла. Ну а молдоване побачили в цьому приватизацию края. Незадоволение объединяло представников двоих проросійських и проевропейской партии. Они говорят, что нинейдется про главную проблему краяни – корупцию. Тому наважилися на штурм парламенту. Полиции удалось избежать строительство, людей успокоили, что их требуют удовольствовать. Но новоспеченный премьер таки склал присягу. Таемно, в ночи, обманывая даже крестивых журналистов, которым обещал этого не делать. И новой премьер, и тот самый олигарх, показово выстоять европейские ценности. И в этом очень похожи на ватажки украинского майдана. Втім, вместо поддержки народу, они там наразе имеют протест и вимушенную поддержку заходу. Эксперты схильны в том, что происходит и руку Москвы. Адже нестабильность в державе на пользу неизнанному Приднестровью, которая под шумок может выбить себе еще больше автономию. Ваш комментарий, и мне тоже хочется кое-что добавить о себе. Все-таки в данном случае ТСН старается держаться в траверсе не вашим, не нашим. Вы же смотрите, что все-таки премьер проевропейский, а дело завязано на коррупцию и вынужденно протестующих поддерживает Европу. Мне понравилась фраза «вынужденно». То есть, а что, вынудили Европу поддерживать протесты, потому что коррупционер идет под флагами евроинтеграции. Ну, как-то так вот оно. Ну, ТСН, понятно, ситуация тут на Украине такая, что тут ТСН надо как-то рассказывать зрителю таким образом, чтобы зритель понял. Соответственно, говорить знакомыми словами, знакомыми интонациями, знакомыми вот тезисами. Но очень много сравнений с Майданом. Конечно. А вам не кажется, во всяком случае, то, что мне резало слух, я не хочу обидеть ни в коем случае журналистов наших коллег телеканала ТСН, но вот это сравнение премьер, который там коррумпированный, олигарх, там и все такое, не сильно ли много вот этого утрирования было? Премьер, коррумпированный олигарх, да, такой вот опять сноски на наши реалии сейчас... То есть, если депутант, значит... Если не знать ситуацию на территории Украины, что сейчас происходит в политической жизни Украины, то можно было бы, конечно, удивиться, почему именно делается наголос там премьер, олигарх и еще и коррумпированный. Для того, чтобы понять, что имели в виду под текстом в ТСН, нужно понимать, что происходит на Украине. Ну это да. Я думаю, что, допустим, журналисты Германии или там в Америке, да, они бы, наверное, на этом бы не делали акцент такой, потому что... Они бы делали акцент на том, что им близко, допустим, в информационном плане, то есть у них совсем другая история, у них совсем другие проблемы, и, соответственно, вы поймите, каждый, в том числе и журналист, любой человек, он судит об окружающей обстановке его относительно какого-то своего жизненного опыта. Своего дома какого-то. Да, да, тех догм, которые ему там, допустим, либо навязали, либо он их принял к себе, либо он себе сам их прописал. Соответственно, он уже, когда он комментирует какие-то вещи, он уже, соответственно, ориентируется на те догмы, которые он себе прописал или ему прописаны, и говорит, вы знаете, а это похоже вот на это, и я так думаю, что это таки это. То есть вот такого плана. То, что политики во всем мире богаты, это никому не секрет, но здесь такой акцент, который, ну, во всяком случае, мне не резал. Ну, у них это больная, этот, у них это сейчас очень больная тема для самой Молдовы, в связи с тем, что у них действительно в политике очень много бизнесменов, вот, и про вот премьер-министр, который, вот, за это кресло премьерское, которое борется, прошлый премьер-министр, по-моему, там миллиард украл, или я не помню. Ну, там сумма, она будет сегодня оглашена, сейчас не буду брать, но... Да, то есть это для Молдовы, это вообще такие колоссальные цифры. Журналисты нашей страны показали, немножко анализируя и как-то сравнивая с точки зрения нашей. По поводу, кто сколько там украл, и вот, наверное, по-моему, сейчас будет новость как раз об этом. Первый канал Российской Федерации, та же новость, только немножко с другой стороны. Давайте посмотрим. Останавливайте, где вам будет удобно, я сделаю стоп на любом моменте. Поехали. Букет Молдавии. Новое правительство, уже названное правительством несогласия, появилось в Кишиневе за 6 минут. Именно столько заседали те, кто решил взять власть в Молдавии в свои руки. Происходящее в Кишиневе уже окрестили революцией от безысходности. Ведь самые бедные из европейских республик бывшего Союза, подписавшая ассоциацию с Единым Европейским Домом, так и не смогла встать на ноги. На площади... Можно остановить? Да, да, да. Вот сразу сходу делается акцент. Смотрите, они подписали ассоциацию, но так и не смогли встать на ноги. Хороший, аккуратненький, но укол в сторону Украины, в принципе, принято. Как говорится, да. Но сейчас даже, по-моему, будет такая вот смысл. Хорошо, да, да, и дальше. Входить почти год назад, требуя власть отправить в отставку, коррупционеров посадить, а главное отнять полтора миллиарда евро. Практически все, что было в казне, у банкиров, деньги укравших и спрятавших где-то за границей. Именно сверхскоростное назначение правительства и стало последней каплей на неделе. И теперь все оппозиционные партии настаивают протест мирный. В Европу мы уже интегрировались, поэтому требовать можем лишь одного, чтобы наши же власти включили голову и спасли страну. Иначе, по заключенным несколько лет назад документам, в случае беспорядков в Молдавию ведут румынские войска и румынское управление. И это будет концом независимой Молдавии уже навсегда. С украинским Майданом просят не сравнивать. Но, что характерно, попытавшиеся приехать в Кишинев российских журналистов, на границе развернули. Причину депортации не объяснили, хотя, уверяют, ничего антироссийского в виду не имеют. В данном случае страх, что какой-то перевес у кого-то будет, он в свою очередь сыграл в отношении российских журналистов. Сильно в Европе мнение о том, что российская пропаганда сильная, она побеждает. Это уже много. Я везде на многих ресурсах иностранных читал, что российская пропаганда побеждает. Поэтому этот тренд российской пропаганды вызывает у властей определенных республик, особенно там, где начинаются какие-то беспорядки внутренние, определенные опасения, что это может привести к еще большей эскалации. То есть, поэтому они запретили, да? Скорее всего, из-за этого. Ну что ж, давайте посмотрим сюжет дальше. Центр Кишинева парализован, перекрытый все прилегающие к площади Народного собрания улицы. Люди митингуют у стен кабинета министров Молдавии, вокруг которого сегодня установили сразу несколько кордонов полиции. А можно остановить? Да, да, да. Ну, первый вопрос, если запретили российским журналистам приехать, что делают эти люди там? Ну да. Она же сказала, удалось прорваться как-то, то есть под... Но, во всяком случае... Может, не так уж сильно запрещали. Вы знаете, вот по поводу, тут с точки зрения журналистики... Акцент очень такой вот жесткий, что нас запретили, но мы прорвались. Мы прорвались. И самое интересное, что она стоит рядом с кордоном, а позади этого кордона ничего нет. Дальше показано вот митинг, уже все. А солдаты стоят, ну, военные такие, полиции. Это полиция, причем в шлемах еще пожарных. Да, и они стоят, то есть, ну, видно какой-то такой вот наигранный или специально поставленный... Если кто помнит 2000 год, когда Украина без кучмы, примерно то же самое, милиция в шлемах, за неимением нормальных шлемов в пожарных шлемах стояла, еще не было такого понятия, что будут что-то в милицию кидать, еще не было вот той вот накаленности обстановки. И я же еще хочу отметить, что вы обратите внимание, Молдовия, у них сейчас, вы посмотрите, невооруженная милиция стоит, полиция, невооруженная полиция стоит. Вот, а народ-то тоже вооруженный, у них закон об оружии есть. То есть, не было, вот сколько у вас было событий, еще не было стрельбы. Еще ни разу, чтобы это, как его народ не вытащил в своете. Это говорит о все-таки уровне протестов, уровень культуры все-таки в Молдовии. Да, посмотрим, что дальше будет. Я пока такого накала, который сейчас вот как бы показывают в СМИ, я пока такого не видел. То есть, ровненько, нормально, в принципе, для этого телеканала в принципе все достойно. ДИКТАТУРА! Жорст диктатура! Народ скандирует, долой диктатуру, верните нашу родину. Гремят барабаны, пенсионеры размахивают принесенными квитанциями за услуги ЖКХ, которые стали по-европейски дорогими. У многих в руках белые хризантемы, как символ мирного протеста. На митинг вышли вместе с детьми. Мы приехали из города Аргеев. Ни я, ни мой муж не можем найти работу в нашей стране. Мы ездим на заработки в Россию. Какое ждет будущее наших детей? Надо хорошую зарплату, чтобы люди могли жить, хорошие пенсии, чтобы имели. Можно? Хочу обратить внимание, все-таки с украинской стороны, может быть, просто с нашей стороны. Может быть, просто не было возможности, но не показали сюжет там, где разговаривают с простыми людьми, что вы хотите. В данном случае тут, зная обстановку, зная, что ответят, российские журналисты пошли в народ, соответственно, понимая, что на сегодняшний момент в Румынии с работой плохо, едут куда? Там есть деньги. Куда? В Россию. Это понятно. Они все это знают. Они спокойно к этому идут. Но картинка красивая, конечно. Я согласен. И они, видите, как они взяли все-таки это интервью. Ну, естественно. Естественно. Я так думаю, что если бы кто-то сказал, что он приехал из Европы, думаю, может быть, не пропустили. Хотя, может быть, и пропустили бы. Просто как-то так вот относительно наших вот сюжетов, все-таки ничего. У нас так сухо рассказали, сравнили с Майданом и на этом закончили. Да. Тут же как-то пытаются. А здесь как-то вникар. Да, как-то пытаются. Вникар. Включи, судя по, тут играет вот эта вот ситуация на другую сторону. Как бы вот этой вот, если мы будем относиться вот ко всему вот этому информационному пространству, как к информационной войне, ну, собственно, мы же музей информационной войны, да? Вот. То это как бы уже та сторона весов, которая с другой стороны. То есть, это та информация на стороне весов с другой стороны. То есть, соответственно, социальные проблемы, это в любом случае, ну, вы же интегрировались в ЕС, правда ж, да? А что же у вас такие проблемы? Уже начинаем давить, давить в эту сторону. Вот. Тут же зритель уже делает какие-то выводы. Ага, ЕС так же плохо, смотрите, в Россию едут, на заработки и так далее. Вот. То есть, вот такого плана. Не знаю, может, я не прав в чем-то, но… Ну, я бы сказал, такое вот аккуратное давление. Аккуратное такое давление в этом направлении, да. Ну, так я думаю, что если бы этот, если бы посмотреть молдавские какие-то, просто надо было бы еще глянуть, какие молдавские, что молдавские телеканалы покажут. Молдавские показывают телеканалы, мы вот приехали с Европы, все так классно, вот тут все плохо, посмотрите туда. То есть, тут все зависит, опять же, от страны, которая эту информацию выкидывает. Согласен, согласен с вами. Давайте посмотрим дальше. У нас еще впереди несколько сюжетов, да более интересных. Проходите в наш палаточный городок прямо у стен парламента. Кстати, наши не показали этот Майдан, а это уже можно было смело уже называть Майданом. Тем более, вот оно сравнение. Да, вот оно смотрение, вот палаточный городок, вот под национальными флагами. Почему у тех получилось, у этих нет, и это говорит о качестве журналистов? Это говорит о том, что у нас нет, у украинской журналистики нету таких возможностей, как у журналистики российской. Нет возможности высадить десант сразу в любую точку мира, где что-то происходит, чтобы тут же с нескольких точек это отснять. Но ведь мы показали украинскую сторону, да, украинский сторона могла быть снята вообще. Поехали из посольства люди, поснимали без журналистского образования и прислали просто сюжет. Хотя у этого телеканала возможности, мне кажется. Конечно. То есть почему-то вот они не пошли вот так вот разговаривать. Украинские новости. Мы размусоливаем прямо. А вот какую-то мировую новость, которая вот сейчас волнует мировую общественность. Мы берем так поверхностно рассказали. Ну, протесты пройти. Ну, я в принципе подозреваю, почему так происходит, почему украинские журналисты не пошли в палаточный городок разговаривать. Ну, я не буду, это уже больше в политику. Больше в политику. Да. Давайте не будем об этом. Мы о профессии журналистов, как нужно работать и где искать какую-то правду, во всяком случае, в каких-то Ну, по крайней мере, если бы я пошел в палаточный городок, я в этом контексте бы сразу бы сходу бы не говорил, что я с Украины. Ну, чтобы не наслушаться чего-нибудь еще. Мало ли, куда я приду, потому что неизвестно, что там за палаточный городок. Неизвестно, хоть они все под национальными флагами, но неизвестно, кто за кого в данном случае. Это точно, это точно. ...и в надежде на перемены, недовольные действиями молдавских властей протестуют и днем, и ночью. Они живут в палатках на центральной площади Кишинева. Уже четвертый месяц от январских морозов спасаются как могут. Социалисты. Верните, да. Его. Унионисты по этому пишут на национальном, там. Ну, я заметил, унионисты, они пишут по-русски и какая-то сноска идет. Здесь чисто вот... Больше на по-русски. Ну, в принципе, вы же не забывайте. Молдова все-таки... Сколько лет она была в составе Советского Союза? Как бы относиться к этому мало ли. У нас тоже народу много, кто по-русски разговаривает. Мы же по-русски спокойно общаемся же. Мы с вами это делаем весьма успешно. Ну что, поехали дальше. В геноплакатах почти все об одном и том же. Воров в тюрьму, власть народу. Митингующие требуют распуска парламента, досрочных выборов и отставки назначенного на этой неделе премьер-министра Павла Филиппа. В среду депутаты без предварительного обсуждения, даже не поинтересовавшись программой, за рекордные шесть минут утвердили не только кандидатуру бывшего директора конфетной и табачной фабрик на должность главы молдавского Кабмина, но и состав всего правительства. Прежний кабинет министров был распущен после обвинений в связях с олигархами и коррупционных скандалах. Экс-премьера Влада Филата арестовали по подозрению в краже миллиарда долларов из бюджета страны. Особый цинизм нового назначения заключается в том, что Павел Филипп, так же, как и прежний кабинет. Вот сразу видно, во-первых, язык на плакатах. Мне немножко, в плане журналистики, мне немножко, опять же, режет слух. Ну, я понимаю, что в этом есть пропаганда, показана новость. Вот эта вот музыка, которая идет поверх, то есть такой вот, знаете, саундтрек, который сразу говорит о трагизме. Да, это можно так отнести к технологиям определенным информационным. Но если это... Я, если честно, как-то больше вникал... В саму новость. Да, в саму новость, чтобы понять, куда кто клонит. А вот про музыку действительно я как-то не подумал. Знаете, ну, то есть я смотрю и я понимаю, что там даже моя мимика меняется из-за того, что я слышу такой вот жесткий саундтрек, который... Ну, да. ТСН как бы так уж как трагично это все не подносил. Хотя, нет, ситуация понятная, нестабильная, нечему веселиться, тут понятное дело. Но вот так вот прям... Ух! Давайте смотреть. Ну, опять же, вы не забывайте о том, что вот эта новость на российском телеканале появилась, скорее всего, сразу после новости из Украины. Соответственно, трагизм ситуации. Соответственно. Вы думаете, она появилась позже? Либо позже, либо перед, для того, чтобы подготовить к событиям на Украине. Ну, а украинские события с российского телеканала не сходят никогда. Там постоянно что-то рассказывают. Вот. У нас, я не знаю, у нас не принято про Европу с трагизмом рассказывать. А, ну, это как-то естественно. Да, у нас принято рассказывать это, как вот в светлом будущем что-то случилось, а здесь вот все-таки трагизм. Вот видите, вот у них там все плохо. Ну да, да. Смотрим дальше. Бак Армина считает составленником олигарха Владимира Плохотнюка, вице-председателя правящей демократической партии. В ответ на это в среду вечером несколько тысяч митингующих про техники олигархов и коррупционеров пошли на штуру здания парламента. Несколько тысяч, ну, по оценкам некоторых журналистов, там было не больше 500 человек, которые действительно прорвались. Остальные были массовкой там около тысячи. И это при всем при том, что митинг там более пяти тысяч. Соответственно, это меньшая половина тех, кто пошел вообще на радикальные действия. Ну, возможно, были какие-то провокаторы. Тут уже четко сказать, что произошло, непонятно. Но то, что они прорывались ночью. Вот это вот, опять же, интересный момент. Прорывались ночью в пустой парламент. Ну, с какой целью? Опять же, чтобы создать информационную картинку для кого-то. Да, безусловно. Я думаю, что данные события-то сходятся и с событиями того же Майдана. Когда штурмовали ночью, чтобы охрана не постреляла. Да, да, да. И многие новостейные каналы это все показывали. Потом уже последствия этого всего. То есть, скорее всего, есть определенный какой-то центр, который все-таки смотрит, каким образом эта информация попадает на телеэкраны различных стран. Ну, скорее всего, тех стран, которые могут надавить на руководство страны после просмотра определенных новостей. Ну, вот как раз сейчас мы будем говорить о Евроньюзе, потому что мы подобрали три сюжета. Два из них, один на русском, другой на украинском языке. Третий будет на английском, но перевод там будет написан, и я более того, я буду зачитывать. Поэтому давайте сначала посмотрим Евроньюз на русском языке, как они подали эту новость. Потому что вы расскажете, почему это, ну, по крайней мере, разберемся, почему вот с этой точки зрения журналисты подают данную новость в этом аспекте. Поехали. Сторонники молдавской оппозиции в среду взяли штурмом здание парламента после того, как депутаты в срочном порядке без предварительного обсуждения утвердили новый состав правительства во главе с бывшим министром информационных технологий Павлом Филиппом. Его кандидатура была одобрена 57 голосами из 101. Предыдущее правительство Молдавии, бывшей Советской Республики с населением... Вот хочу заметить один момент, почему здесь показан Крым, вот на данной карте. Почему так они... Ну, тут в данном случае они рассматривают и Крым, и Приднестровье рассматриваются как оккупированная территория. Почему? Потому что что в Крыму, что в Приднестровье находятся российские войска. Вот. И, ну, что касается Приднестровью, в принципе, тут спорный вопрос в плане того, что там просто российскими войсками остановлена была братом-убийственная война. Там бы действительно закончилось уничтожением всех, кто был против, и закончилось бы, я так думаю, что плохо закончилось бы. Ну, правда, сейчас бы это вспоминали бы совсем по-другому. Да, о войнах вообще, к сожалению, да, вспоминаю. То есть я удивлен был, что вот эти события, я служил в те годы, эти события закончились очень быстро. В отличие от Украины, эти события закончились в пределах там месяца, полтора, два, потом чуть-чуть там еще что-то побухтело и закончилось. У нас же, вот видите, что происходит. Ну, да, это, опять же, политика, это... Да, политика. Там вот все-таки была какая-то политическая воля, скорее всего, чтобы это по-быстрому закончить. Но российские войска там остались надолго, и сейчас там целая армия находится. Ну, то есть Крым показан только лишь... Это рассматривают и Крым, и Приднестровье на сегодняшний момент вот в этой штриховке показано, что там находятся российские интересы, российские войска, я так подозреваю, с той точки зрения, оккупированная территория. Ну, то есть это и есть пропаганда. Ну, с той точки зрения, да, что все-таки непризнанные какие-то республики, но Крым, да, конечно, это все-таки в Евроньюз, они же постоянно акцентируют внимание, оккупированная территория, оккупированная территория, оккупированная территория. Ну, да. Я бы удивлен был, если бы он как-то закрашен, был нейтрально. Хорошо, смотрим дальше. Им в 3,5 миллиона человек было распущено в октябре. Но антиправительственные выступления начались еще раньше, когда стало известно об исчезновении из банков страны около миллиарда долларов, что составляет 15% от ее ВВП. Протестующие требуют распуска парламента, обвиняют правящую шестой год коалицию проевропейских партий в коррупции и некомпетентности и заявляют, что новый кабинет, как и предыдущий, будет работать прежде всего в интересах олигархов. Ну, это уже по-серьезному одеты. В шлемах. Там уже, видимо, накалилась обстановка тогда. Уже в три ряда, в четыре стоят. То есть они показали, видимо, формировать? Россияне все-таки показали сначала тот момент, когда еще ничего такого, то есть накалу, страстей не было. Сначала. Сначала, да, стояла милиция и прочее. Вы обратите внимание, с чего показал Евроньюз. Именно со штурма. Россияне показали того, что тут хождение, там митинг, стоящая безоружная милиция. В данном случае стоят уже, я так понимаю, что еще чуть-чуть. Вот сейчас начнут щиты друг друга раздавать. То есть тут как бы... Сразу штурм. Да, сразу вот почему-то Евроньюз начал почему-то со штурма. Для кого картинка? Для Европы. Хорошо. Правительства, которые должны нести ответственность за наши жизни и судьбы в столь срочном порядке, а когда под окнами правительства собралось так много протестующих, это просто издевательство. Нас не устраивают ни члены правительства, ни то, как оно было сформировано. Они действуют не как депутаты парламента, а как бандиты. Акция за бандитейство. Ну, как парламентарь, как бандиты. В столкновениях между полицией и демонстрантами 10 человек получили ранения. По призыву лидеров оппозиционных партий протестующие покинули здание парламента и разошлись по домам. Но многие остались ночевать на площади, разбив там палатки. Ваш комментарий по этому поводу? Ну, сразу видно, что на площади остались не те, кто поддерживает Европу. Почему? Тогда бы сказали, что патриоты Молдавии остались на площади. Многие остались. Соответственно, ясно, кто остался. Социалисты. Но не те, на которых стоит акцентировать внимание. Мне все-таки бросилось в глаза начало сюжета. С чего начался сюжет? Со штурма. Соответственно, для кого была сделана вот эта вот подводка, вот этот вот штурм? Ну, для европейской прессы. Не для российской, а для европейской. Кто первый показал это? Европа показала. То есть, уже сразу, уже есть определенные моменты, на которые стоит обращать внимание. Кто первый показывает сюжет? На того и был рассчитан этот сюжет. Не потому, что они заказали этот сюжет, а потому, что те, кто это организовал, знали, на что давить, для того, чтобы это показали в первую очередь. Но они показали, ведь это в какой стране? Они показали это. Ну, это Евроньюз, это показывают, хоть и на русском. Ну, я не знаю, сейчас мы посмотрим другие сюжеты. Я так подозреваю, что в Европе тоже с этого сюжета начали. В Европе, дело в том, что в Европе начали с этого сюжета, но контекст был и перевод. Немножечко другой. Не, ну, опять же, с этого сюжета. Сюжет тот же. Ну, все. Сюжет тот же. Ну, хорошо, тогда для европейского зрителя 100% сделано для европейского. А то, как озвучивали, сейчас посмотрим. Вот следующий сюжет, он не переведен. То есть, я буду, там будет текст, я вас попрошу читать, если вы видите на экране. И я буду, в общем-то, этот текст дублировать, читая здесь, со своего некого суфлера. Давайте посмотрим на экран. Судя протестующих штурмовали ряды полицейских с целью пробраться в здание парламента в Молдавии. Это событие произошло после того, как был утвержден проевропейский парламент с целью выхода из политического тупика. Стоп. А вот это вот, скорее всего, попытка подвести зрителя к мысли о том, что штурм был антиевропейский. Соответственно, силы антиевропейские. Потому что проевропейский парламент штурмуют неназванные политические активисты. И начинается этот сюжет именно со штурма. Вот как-то так вот. Вот, по крайней мере, я как зритель сразу это заметил. И, в принципе, для меня вот этот вот месседж, который был брошен в самом начале, я это понял, я это принял. То есть, как зритель, у меня сразу мысль, елки зеленые. Так это же кто-то же организовал, это же опять собираются Молдовы, опять куда-то утянуть из Европы. То есть, опять кто-то за что-то платит. Да. Платит много. Да. Посмотрим, что дальше скажут. Посмотрим, что дальше. Поехали. Одна из беднейших европейских стран была втянута в процесс с момента таинственного исчезновения почти миллиарда евро из банковской системы в 2014 году. Можно стоп? Да. Одна из беднейших европейских стран была втянута в процесс с момента таинственного исчезновения почти миллиарда евро из банковской системы. А куда вытащено? Ну, скорее всего, в какой-то европейский банк. Почему же я вот... Почему об этом не сказал? Да, почему об этом не сказал. Скажите, что в швейцарский банк были переведены незаконно определенные средства. Но надо придется признаться, что надо такие вернуть. А вернуть как-то не получается кризис в стране. И вот следующая сразу сносочка. Вот сейчас вы прочтете и... Ну, потому что, ну куда? Не в московский же банк повезли, не на остров Науру. Ну, может быть, на остров Науру еще могли вывезти. Ну, вот смотрите, буквально тут несколько секунд. Предыдущее правительство было распущено в октябре из-за скандала, связанного с коррупцией. То есть украли деньги, куда-то не ушли, распустили. Распустили, да. До свидания. Парламент утвердил... Про европейское правительство, бывшим министром... За которого отдали голоса 57 парламентов. Он обещал большее сближение с Европой. Вот это мы заметили. Теперь возвращаемся к началу сюжета. Неизвестные лица штурмуют парламент. Про европейский парламент с целью снять или, допустим, выгнать из парламента человека, там Филиппа или кто он там был, который обещал большее сближение с Европой. Ну, понятное дело, что протесты явно антиевропейские. Тут уже как бы сразу все вылезло. Сразу все наружу. Конечно, все наружу. Ну, видите, этот текст... Ну, будем надеяться, что он соответствует переводу. Абсолютно соответствует. Хорошо. Поехали дальше. Сейчас найдем... Ну, это как воспринимает зритель. Вот я как зритель, я именно так воспринял. Может, с точки зрения своей какой-то вот... Тоже информационной какой-то привязанности к чему-то каким-то там. Ну, по крайней мере, для меня это было именно так воспринято. Он обещал большее сближение с Европой. С Европой пророссийская оппозиция бойкотировала голосование. Вот как бы сразу называется преступник пророссийской оппозиции, которая не пустила человека к власти, который идет по европейскому пути, и какие-то люди штурмовали парламент. Опять же, я хочу заметить, что наша программа, музей информационной войны, мы не привязываемся ни к политике Украины, России, Молдавии, Германии, Англии. Я следую Луи, да. Но дело в том, что мы сейчас показываем сюжет, который снят Евроньюзом, где дословно сказано определенный текст. Ну, четко прослеживается вообще мысль, к чему подводят зрителя. То есть начали со штурма, потом... А вы знаете, что это европейский парламент, а вы знаете, что это человек, который за 6 минут проголосовали, который обещает большее сближение с Европой. Социалисты не участвовали, значит, они против. Так, а кто штурмовал тогда? Кто противник? Хотя штурмовали те же самые юнионисты, которые связаны с вопросом объединения Румынии и Молдовы, то есть опять же движение в Европу. То есть получается... Ну вот эти, да, качели, карусели, туда-сюда, туда-сюда. Ну, красиво, красиво. Красиво. Красиво, конечно, все поднесено. Хорошо, давайте посмотрим сюжет дальше, здесь совсем немножко. Ну-ка, парламентарь, так а бандит. Сейчас вот закончим. Протестующие махали флагами и скандировали, чтобы аннулировать голосование у стен парламента, пробиваясь внутрь через полицейских. Да, вы, кстати, обратили внимание, что те, кто прорвался, сзади стояли люди с национальным флагом и с флагом Евросоюза. Не с красным. Вот, чтобы, опять же, еще раз обращаю внимание, что кто штурмовал парламент для того, чтобы понимать вообще... Вот, это самое главное, чтобы понимать, о чем новость-то вообще нам говорят. Ну, появилась полиция, заставила протестующих отступить назад, как сообщается, был использован слезоточивый газ. Ну, как сообщается. То есть, был ли он, не было ли его... По крайней мере, это не показали, но накал страстей был, как бы, в переводе показан, что, вот, смотрите, применили силу, отогнали нападающих, применили слезоточивый газ. Значит, все серьезно. Это то, что показал Евроньюз на английском языке, без, скажем так, без перевода мы вырвали этот сюжет. Это для европейского зрителя, соответственно, европейскому зрителю поднесена такая вот информация. Чтобы он его слушал. Да, вы смотрите, вот такая вот ситуация, в Молдове происходят антиправительственные акции, скорее всего, антиевропейские, скорее всего, потому что, смотрите, кто штурмует, да? Вот, по крайней мере, я так понял. И сейчас тоже интересный момент, Евроньюз на украинском языке. Давайте посмотрим. Вот это вот ролики из этого, из нарезок из ютубовских, вот это я смотрел. Вот эти, да? Да. То есть это то, что евроньюз, украинский евроньюз, скажем так? Украинский евроньюз брал из ютубовских трансляций. Вот это вот ютубовская трансляция. С точки зрения журналистики, профессионально ли это или нужно все-таки самим? А если не успели, а если, ну, это уже, опять же, ютубтор выкладывает, там же очень много всяких, а когда случаются какие-то события, все новостные каналы бросаются, допустим, очень много различных свидетелей, которые что-то снимают, что не увидели новостные каналы. Но сразу начать сюжет с такого, это нормально или нет? Ну, если нет другого, то чего бы нет? Понятно. Парламент обрав Павла Філіппа на цю посаду, сподіваючись покласти край політичній нестабільності в Украине, після того, як у передньому уряду у жовтні минулого року була висловлена недовіра. Незадоволених новим призначенням, за їх словами, не влаштовує проєвропейський курс премьера та його зв'язки з олігархічним кулом країни. Вони тепер готові отруїти все населення лише заради влади. Вони знають, якщо ми, народ, отримаємо владу, вони опиняться за гратами. Вони чиняють геноцид, ми не можемо більше цього терпіти. Так, шкода, що наші люди розділені, загублені, неосвічені, кажуть учасники демонстрації. Напередодні протестна худа завершилася штурмом парламенту. Присутність великої кількості поліцейських завадила протестувальникам просунутися в глиб будівлі. У суточках між поліцією та учасниками акції постраждали 15 людей. Обратите внимание, було сказано про штурм, але не показано. Хоча, як ми вже говорили, мільйони є цих всіх роликів, але показали тільки в англійській версії. В російській, в англійській версії, що там. В англійській, в російській версії, да. Здесь як-то не показали. Я так подозреваю, що в даному контексті показати те, що відбувалося під стенами парламенту, це якби... Невыгодно. С той точки зрения, невыгодно, тогда непонятно буде нашому зрителю, що таке штурм вообще. Тому що все знают, що таке штурм. 26 числа все видели, що таке штурм на Майдане. А це так, потолкались на вході. Тут, видите, показали дедушек, бабушек, які машуть руками. Тому що це все-таки був штурм. Рассказати, що недоволен і так далі. Лучше розказати. Тобто є все-таки у них своя, я не скажу правда, але свої цели показати. Ну, я так себе це представляю. Цюжет показали редактору, який, який отвечає за інформаційну політику на каналі. Він посмотрел і сказав, що знаєте, для українського зрителя не буде понятен, що таке штурм. Але це не штурм. Це так, потолкались, народ поулыбався, сказали, ну що це, ну що вообще. Ви так нагнетаєте ситуацію, а там вообще це нормальна ситуація, яка кожен день в Україні, в Києві, під стенами того же, той же Верховного Майдана. Ситуа, конечно, ненормальна, але вона пройшовна. С точки зрения для українського зрителя, вже у нас стільки вот этой вот информации о том, что, ну не каждый день, ну допустим, каждую неделю, кто-то приходит под парламент, опять ломиться в двери Верховная Рада, или ломиться в двери, ну если вот так вот показывать каждый день в Евро-Ньюзize вот эти вот события, я думаю, в Євро-Ньюз, наверное, і планка упадет, вони перепугаються вообще Украину, если каждый день будут показывать такую информацию. Ну тут согласен с вами, согласен абсолютно. Но все-таки ваш вывод, почему вот так вот все телеканалы, которые мы просмотрели, Показали данное событие с разных сторон? Ну, там есть несколько факторов. Каждый телеканал работает на свою аудиторию. Соответственно, каждый журналист, который работает на определенном телеканале, он знает свою аудиторию и знает, какими словами доносить эту информацию, для того, чтобы эта аудитория восприняла именно так, как велит информационная политика телеканала. Что касается самого Евроньюз. Не страны, а телеканала. Именно телеканала. Отдельно, что касается Евроньюз. Отдельно, у них же там при парламенте европейском создана структура, только не знаю вообще ее полномочия, для борьбы непосредственно с российской пропагандой. непосредственно с российской пропагандой. Поэтому, я так понимаю, что там тоже с определенной точки зрения смотрят, каким образом преподносится информация, допустим, на российских средствах массовой информации, для того, чтобы контринформации давить со своей стороны, со своих площадок. Ну, как бы вот поэтому Первый канал Российской Федерации сказал, что не пустили. Ну, может быть, может быть, и опять же, может быть с той точки зрения, чтобы акцентировать на это внимание. Посмотрим. То есть, в данном случае я увидел, что сейчас медийное пространство разорвано на части. Каждый медийщик работает на ту информационную политику, которая продиктована политической ситуацией в стране и теми людьми, которые влияют на информационную политику телеканала. В основном у нас очень мало телеканалов, которые действительно нейтрально преподносят информацию. Очень много телеканалов, которые оглядываются на своих инвесторов, оглядываются на своих хозяев. Которые, в том числе, которые участвуют в этих политических событиях. В том числе, которые имеют друзей в том же самом Молдавском парламенте. В том числе, которые знают этих, лоббируют их неинтересы. То есть, тут надо смотреть на Евроньюз с той точки зрения, на информацию, которую преподносит Евроньюз на разных языках с разным контекстом. То есть, опять же, на кого это рассчитано? Если это рассчитано на европарламентариев, знаете, вам на английском языке, чтобы вы все поняли, что происходит. Если это рассчитано на обычного обывателя европейского, который там вот восточные страны, знаете, вам, допустим, на русском или на украинском языке, посмотрите, что происходит. То есть, вот эта вот, ну, как бы, фильтрация информации по-своему, ну, это в журналистике называется псевдопатриотизм. То есть, человек сам себя пытается, как бы, настроить, что если я так скажу, то я, наверное, буду патриотом. Но, вы знаете, мне понравилось ваше высказывание, что много, много чего мы можем посмотреть, во всяком случае, одну и ту же новость, вот как сегодня, да, можно найти в разных контекстах. Вам спасибо большое за участие в нашей программе. Приглашайте. Спасибо большое. Александр Майоров у нас сегодня был в гостях. Это программа Музея информационной войны. Мы, по крайней мере, не просто учим, а хотим, чтобы вы смотрели и влево, и вправо, и научились различать, где правда. Спасибо. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok